всем привет сегодня у меня на обзоре пара очень интересных ножей от китайского бренда mosquito tactical сразу хочу сказать что ссылки на магазины на али где можно приобрести ножи данного производителя будет обязательно в описании плюс instagram можно писать в директ непосредственно производителю big джону и собственно будет сайт сайт такой немножко специфический нажимаете кнопку вот что и выбираете просто по картинке что вас интересует ну и кто увлекается китайскими ножами тот наверняка видел эту мордашку видел этот логотип примерно пару лет назад была лимитка продавалась у нас на ганзии виде небольших таких ножей складных с ногтевым зацепом с м390 как раз с вот этой вот мордашкой и ножи назывались папе сегодня у меня две лимит очки это модель пигги 1 у меня в интегральном исполнении другая вы собственно фреймово давайте я вам покажу как в принципе это все дело приходит чтобы вы могли посмотреть какой кайф распаковывать данные упаковки вот такие вот два красавца и на самом деле единственное их отличие в том что это интеграл у него нет ни одного винта он сделан из цельного куска титана а этот разборный что у него есть два винта еще и бэкспейсер давайте сначала пробежимся по характеристикам и затем уже с вами поговорим вес интегральной версии 167 грамм против разборные в 172 грамма длина рукоятки 126 миллиметров и толщина 12 миллиметров изготовлено все это дело из титана клипса тоже титановая никуда не переставляется это фронт флиппер который работает на шайбах длина клинка 97 миллиметров и полезной 90 миллиметров из-за того что у нас здесь присутствует дулька в обухе это 2 и 9 миллиметров клинок очень широкий 32 миллиметра в самом широком месте и шикарное сведение в 04 равномерненько везде причем меня очень порадовала механика на интегральной версии именно на шайбах в том что ты легко открываешь отжимаешь просто фрейм и клинок у тебя падает что интересного в этом ножи вот здесь как бы ну просто интеграл и я до сих пор не могу понять как вот сюда вставили упорный штифт да поскольку здесь никаких следов здесь никаких следов здесь он ну как бы тут титан достаточно толстый я не уверен что его можно взять и так просто расклинить засунуть туда упорную банку она же еще и должна за что-то держаться но безусловно у нее там есть швы для меня на самом деле загадка давайте мы сравним один из этих ножей с другими более известными ножами чтобы вы понимали габариты и Субтитры сделал DimaTorzok Если вы как следует поизучаете сайт производителя и инстаграм, вы увидите, что в принципе все эти ножи только лимитированные. И вот, допустим, фреймовых просто 79 было, этих было сделано чуть поменьше, 68 такие вот странные количества. Это логотип, собственно, здесь написано, что бренд, логотип был придуман, собственно, самим Биг Джоном. Вот такие симпатичные клинки. И вы увидите, что они все сделаны из лимитки. Все это лимитки, там где-то монетки, где-то лазером, еще что-то интересное. Мне в инстаграме очень понравилось с этими, с героями игры Contra с Dendy. Были такие варианты, очень мне понравились. Наверняка у вас возникает вопрос, а вот где ты углядел, что они вот из М390, где это написано? Я вообще не сразу понял, где это все дело. Обратите внимание, что вот тут вот виднеется кусочек надписи, видите? И чтобы увидеть ее целиком, нужно нож разобрать. Понятно, что здесь разбирать, выкрутить винт и вытащить клинок было бы совсем неинтересно. Поэтому я разбирал вот этот нож. Сейчас я вам это все дело покажу. И меня внутри ждал еще один очень интересный сюрприз. Игорь Негода. Игорь Негода. Представляете, да, мое удивление, когда я раскрываю нож, а там такая золотая монетка, ищу и целая куча всяких разных интересных надписей, всяких пасхалок, все остальное. Что с точки зрения удовольствия от распаковки такого ножа, от поиска всех вот этих вот фишечек, ну тут прям отдельное спасибо Mosquito Tactical, потому что это офигенно приятная тема. И это то, чего ты ждешь, вот когда нож вот так вот качественно упакован, что можно достать, порассматривать. Сейчас нож уже разбирался, у него сейчас вот такая же механика, все настроилось без проблем, тоже все на шайбах. Причем не знаю, обратили вы внимание или нет, но здесь шайбы обычный, а клинок перфорированный. В клинке просверлены 4 дырки, собственно в которых и остается смазка. Такое интересное на самом деле решение, я ранее такого не видел. Рабочих характеристик здесь целая куча. Безусловно, что на интегральной версии поставить сюда сухарь и допустим овертревел, ну проблематично, что сухарь можно поставить только по наружке, выглядеть будет так себе. Ну безусловно, на вот этой версии, у них кстати разница в цене совсем небольшая, по-моему что долларов 20. Вот здесь конечно хотелось бы видеть и сухарик и овертревел, да, потому что сейчас можно еще вот в эту сторону еще больше отжать. Ну скажем так, мне не очень эта тема нравится, поскольку я тоже избалован сухарями, вот. Но механика хорошая, фронт флиппер прикольный, широченный клин. Но опять же, найдутся наверняка те же самые, которые пишут, что у Nox стрёмные огромные надписи. И наверняка они здесь же и напишут, что очень много надписей, что все прям не подходит и все остальное. Но как нож, мне нравится очень, потому что форма необычная, такой расширяющийся. Еще у него есть сейчас в Bowie Grinder, там вообще песня. Поэтому вот такие вот два ножичка, братья Акробатия, фрейм и интеграл. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Разумеется, все ссылки в описании сможете посмотреть, приобрести, если кому будет интересно. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok